Здравствуйте! В государстве Аланье 18 часов. Вы в прямом эфире информационный выпуск сегодня. С вами Ирина Кусраева и вот главные темы дня. В селе Ирит были найдены останки, которые могут принадлежать без вести пропавшим в 90-х годах. Здоровье детей на первом месте. Дети с ограниченными возможностями и малоимущих семей смогут поправить здоровье в Крыму. Сохранить и уберечь окружающую среду. В Санкт-Петербурге прошел Международный экологический конгресс среди деликатов представителей Южной Осетии. Представители Генпрокуратуры миссии Красного Креста, уполномоченные по правам человека, сегодня выехали в село Ирит. Поступила информация о том, что в селе есть охранение. После проведенных раскопок были обнаружены человеческие останки. По предварительной версии, это могут быть пропавшие без вести в 90-х годах. Окончательно они будут опознаны во время медэкспертизы. Яна Плеева продолжит. Сегодня утром на одной из возвышенностей села Ирит были обнаружены человеческие останки. По предварительной версии, они принадлежат гражданам Южной Осетии, которые пропали без вести в 90-х годах во время войны. Генеральную прокуратуру поступила информация о том, что на этом участке села были захоронены люди. В село Ирит выехали представители прокуратуры и сразу же обнаружили захоронение в указанном месте. Мы выехали вместе с Генеральной прокуратурой на одно из возможных мест захоронения. У нас была информация, что в 90-х годах здесь грузинами были захвачены наши граждане. Граждане Южной Осетии были убиты и здесь захоронены. То есть это была информация, которую следовало было проверить. Поэтому мы выехали, сделали несколько раскопок с помощью экскаватора и были обнаружены пока останки. Органы прокуратуры продолжат работу по поиску останков на этой территории. По поступившей информации, здесь могли быть захоронены несколько человек. Точная информация Генеральной прокуратурой будет озвучена после проведения медэкспертизы. Все найденные останки будут направлены в морг. Экспертиза покажет более точное время захоронения. Кроме того, фрагменты ДНК останков будут сравнены с генами предполагаемых родственников. Яна Блива и Докочева. Информационный выпуск сегодня. Диспансеризация для детского населения, реабилитация детей с ограниченными возможностями, представление к наградам медработников и волонтеров, работавших в период пандемии. Об этом и многом другом говорили министр здравоохранения Суслан Нанев и главный детский врач Лариса Ханикаева во время пресс-конференции. Марьяна Чочева подробнее. Сегодня обсуждались вопросы здоровья детей. В частности, речь шла о реабилитации, в которой нуждаются дети с ограниченными возможностями и из малоимущих семей. Эти категории детей пройдут комплекс всех необходимых медицинских процедур, в том числе и психологических. Такие мероприятия станут ежегодными, сообщил министр здравоохранения Суслан Нанев. Хочу поделиться радостным сообщением о том, что руководством Министерства здравоохранения достигнута договоренность с руководителем Евпаторийского детского военно-клинического санатория, с конкретно Пономаренко Юрием Николаевичем, полковник Запасов, служим врач РФ. Это профильное учреждение для детей инвалидов, для детей с церебральным параличом. И договоренность, которую мы достигли, позволяет нам ежегодно в полном составе всех детей инвалидов, детей с церебральным параличом, отправлять на реабилитацию в военно-детский клинический санаторий имени Глинки. Уникальность Евпаторийского оздоровительного комплекса заключается в лечении и профилактике различных сложнейших заболеваний. Есть уникальное оборудование, то есть это и детские, детские артроскопы. Это вот как раз то, чего, это та возможность, которую лишены многие профильные, в том числе медицинские организации, там на территории Российской Федерации. Вот там все это представлено, выполняют эндопротезирование в случае необходимости. Значит, касательно детей. Дети из Южной Осетии, дети-инвалиды, получат возможность проживания, пятиразового питания и полного курса реабилитации бесплатно для себя и сопровождающих кого-то из родителей. Лежачие дети или дети с серьезными нарушениями опорно-бвигательной системы, им нужен специальный транспорт и специальное сопровождение. Вот в этой части государство возьмет на себя обязательства, логистические обязательства. Всего в республике 181 ребенок с ограниченными возможностями. 36 из них с детским серебральным параличом, а 15 из них инвалиды-колясочники. Кроме того, внимание уделят и детям с хроническими заболеваниями, не имеющим инвалидности. Независимо от того, получают они инвалидность или нет, они, наверное, пройдут определенную реабилитацию. Ну, может быть, не в этом специализированном центре, но будем стараться. Диспансеризация станет системной. Ее пройдут все дети в республике, но в первую очередь нуждающиеся в ней, отметила Лариса Ханикаева. Сейчас диспансеризация начерта с детей инвалидов и с детей с хроническими заболеваниями. Но это не означает, что здоровые дети диспансеризацию не пройдут. Параллельно идут углубленные медосмотры в дети, которые определяются, опять-таки, в образовательные учреждения. Поэтому я еще раз повторю, что конца диспансеризации определенной даты нет, потому что можно спланировать смело с начала учебного года провести такую же масштабную диспансеризацию по образовательным учреждениям. То есть это, я считаю, что должно быть в плане и абсолютно уверена, что мы это о силе. Продолжается и вакцинация. В связи с поручением президента проводится она ежедневно в плановом порядке. Число уже вакцинированных около 200 человек. Я хочу подчеркнуть, что мы, вот если у кого-то возникает мысль о том, что вакцинация идет медленно или недостаточными темпами в сравнении с зарубежными странами, хочу сказать, что мы к вакцинации подходим рационально. Мы не вакцинируем тех, у кого есть антитела. Завершена и работа по сбору данных для представлений государственным наградам работников медицинского кластера. Списки распространены в электронном формате среди всех сотрудников медицинских организаций для того, чтобы эти списки прошли цензуру и у сотрудников. Это сделано для того, чтобы нивелировать возможные какие-то человеческие отношения между руководством и сотрудником. К наградам будут представлены и волонтеры, помогавшие врачам во время пандемии. Марьяна Чочиева, Рауль Кочиев, Лалита Деева. Информационный выпуск сегодня. 42 единицы техники для самых разных сельскохозяйственных работ. В целях развития аграрной сферы и поддержки фермерских хозяйств закуплена новая техника. Теперь в Министерстве сельского хозяйства смогут избежать простоя во время сезонных полевых работ. В республику поэтапно прибывает техника. Полностью автопарк будет обновлен до конца лета. Два зерноуборочных и один картофелеуборочный комбайн поступили на баланс Министерства сельского хозяйства. Это первая партия техники, которая закупается за счет выделенных Национальным банком ир-агропромсервису кредитных средств. Всего в этом году будет приобретено 42 наименования техники. Пару дней назад к нам поступили первые единицы техники, сельскохозяйственные техники, которую наш губ ир-агропромсервис закупает за те средства, кредитные средства, которые предоставлены группу Национальным банком республики под гарантией правительства. Значит, первые единицы техники уже поступили. Как вы видите, это два зерноуборочных комбайна и один картофелеуборочный комбайн. Вопрос об обновлении парка сельхозтехники назревал давно. Вся основная техника давно устарела и пришла в негодность. По поручению президентов, позапрошлом году было закуплено несколько единиц техники, но их было недостаточно для своевременного выполнения полевых работ. Теперь к уборочному сезону вся новая техника будет здесь. На днях мы ожидаем приезд наших специалистов из Российской Федерации, которые на месте проведут сборку. Также проведут обучение в эксплуатации этой техники. Также в ближайшее время уже будут поступать те единицы техники, которые мы уже, скажем так, запустили. Они уже средства все перечислены. Как отметили в Министерстве сельского хозяйства, решение вопроса с техникой во многом облегчит работу ведомства. Сезонные сельскохозяйственные работы будут заканчиваться в срок. Лена Газаева, Регина Чешткоева, Альдина Чехоева. Информационный выпуск сегодня. Чистая экология – залог здоровой жизни. Делегация из Южной Осетии приняла участие в Невском международном экологическом конгрессе. Участники конгресса рассказали на пресс-конференции об итогах поездки в северную столицу России. Кроме того, журналисты интересовались строительством базальтового завода. Подробности в нашем сюжете. Свыше 800 участников из 30 стран. Южная Осетия приняла участие в Невском международном экологическом конгрессе, который проходил под девизом «Экология планеты – устойчивое развитие». Участники мероприятия обсуждали проекты в области экологии, вопросы экологически ответственного поведения, развитие зеленой экономики и многое другое. Интересно и продуктивно отметил глава юго-осетинской делегации Зураб Кокоев. Конечно, нам было интересно, во-первых, в первую очередь, касательно нас самих, касательно Южной Осетии. И как было сказано на конгрессе, климат и экология не имеют границ. Там нет границ, это государство такое-то, потому что мы все живем на этой планете. У нас одна планета, у нас одна экология. И задача всех стран, еще раз было подчеркнуто на конгрессе, как защитить климат. Россия уделяет большое внимание сохранению природных ресурсов, в том числе и на законодательном уровне, и является лидером по охране природопользования. Среди делегатов – Балаби Стаута. Он поднял острые экологические вопросы, в том числе загрязнение окружающей среды, и предложил радикальные меры. Проблема очень большая. Но по сравнению с ними, я думаю, Южная Осетия пока находится в прекрасном состоянии. У нас что самое главное, что для себя определить? Наши реки. Мы не должны их загрязнять. Надо вычистить вот эти русла, надо привести в порядок, надо работать с детьми. Надо прямо в садиках, в детских садах, надо с ними показывать. Надо их вывозить за город. На это не надо жалеть деньги. Пускай будут общественные экологические корреспонденты. Они должны освещать все это на учителе. Надо даже их по телевизору показывать. Я думаю, что даже надо на баннерах вывешивать вот их подряд. Вот кто вот этот загрязняет нашу природу. Также был поднят проблемный вопрос, которым обеспокоено население государства. О вреде завода по производству базальтового волокна. Ранее сообщалось, что никаких опасных испарений в атмосферу выделяться не будет, и все химические вещества в составе базальта будут оставаться в готовой продукции. Балаби Ставте заявил, что необходима повторная экспертиза вреда выбросов с завода в атмосферу. Даже мне стыдно об этом говорить с нами, они не согласовывались. Мы там землеотворный подписали. Нужна повторная, наверное, экспертиза. Но для этого нужен суд, решение суда, отменить ту экспертизу и потом привлечь других экспертов. Это у нас в скором времени разговор в правительстве. Я предложу свои условия. Мы даже нашли экспертов в Ленинграде, в Санкт-Петербурге. Они готовы приехать сюда и проделать комиссию экспертизу. В последнее время набирает популярность экологический туризм. Балаби Ставте предложил внедрить подобные программы. Это позволит расчистить как близлежащую к городу местность, так и труднодоступную. Даже святые места загрязняют. Ну вот эти проблемы надо решать. Это глобальная проблема. Я думаю, это решимая проблема. Ну, что еще можно сказать? Ну, незаконное хищническое стремление животных. Ну, вот рыб, медведей, косули. Надо это все защищать. Это для будущего поколения нам надо. На территории Южной Осетии нет крупных предприятий тяжелой промышленности. Поэтому экология республики находится в выгодном агроэкологическом положении. За неимением в советские времена таких крупных промышленных предприятий, которые могли бы загрязнять глобально экологию Южной Осетии, отсутствие технологий по выращиванию генномодифицированных продуктов, использовании пестицидов. Тогда в сельском хозяйстве Южной Осетии, еще раз я повторюсь, в выгодном положении. У нас есть практически колоссальные возможности по производству экологически чистого продукта. В своей докторской диссертации Джонни Качмазов предложил экономичный и действенный метод очищения почвы от тяжелых металлов, который мог бы решить некоторые экологические проблемы в республике. То есть использование определенных культур и сорных растений, которые очищают от тяжелых металлов. То есть происходят процессы трансаккумуляции в наземной части растений и в определенной, например, при использовании амброзии в фазе цветения накапливается максимальное количество этих тяжелых металлов, потом соответствующая их переработка и со временем, естественно, очищается почва. Южная Осетия – чистая республика. Но массовое отсутствие культуры сбора мусора в посещаемых местах и прочие факторы оказывают негативные воздействия на экологию. Тем временем, сохранение природного богатства зависит от повышения роли экологического воспитания каждого человека. Марьяна Чучиева, Алим БТФ, информационный выпуск «Сегодня». Улучшение дорожной инфраструктуры по всей республике продолжается. В Дзавском районе приступили к ремонту двух центральных улиц – Сталина и Геннадия Санакоева. Здесь начался первый этап восстановления – замена инженерных сетей. Окончание работ намечено на ноябрь. Наш корреспондент Анжела Кукоева проинспектировала ход работ. В рамках инвестиционной программы в поселке Дзаву приступили к строительству двух улиц Сталина и Геннадия Санакоева. Объект поделен на два участка. В работах задействованы несколько единиц специальной техники и две рабочие бригады. На улице Сталина периодически прорывались старые трубы, а в некоторых местах сети и вовсе не функционировали. Сейчас водопроводную и канализационную линии проводят из пластиковых труб. На данном этапе мы проводим прокладку сетей водоснабжения 2600 метров, канализации 2400 метров. Подключение будут заново и колодцы полностью меняем линию. Те дома, которые находятся непосредственно на улице, мы их будем подключать. Те, которые находятся выше, мы отведем в Абонетские колодцы, оттуда будут подключаться сами. Общая протяженность улиц 3300 метров. На 80-100 метрах не предусмотрены работы по прокладке инженерных сетей, и рабочие уже готовят этот отрезок к асфальтным работам. На участке 800 метров мы дорогу отсыпаем, и в конце этого месяца этот участок 800 метров будет полностью заасфальтирован. В остальном участке мы прокладываем сети и канализация. В рамках капитального строительства дороги предусмотрена и замена линии электропередач. Будем менять линию высоковольтной передачи с открытого кабеля на сип. Опасная, авторная, изолированный кабель. Объект обеспечен строительным материалом. Работы ведутся качественно и быстрыми темпами. Этот отрезок дороги находился в плачевном состоянии. По ней было сложно передвигаться как автомобилистам, так и пешеходам. Неоднократно жители обращались в администрацию Удзавского района с просьбой отремонтировать дорогу. Но местный бюджет не располагал такими финансовыми средствами. По поручению президента объект был внесен в инвестиционную программу. В мае начался первый этап строительных работ. Полностью работы завершатся в ноябре. Анжела Кокоева, Алим Бетев, Лали Кодоева. Информационный выпуск сегодня. Ко дню России в файе киноконцертного зала «Чермен» открылась выставка. Инициатором выступило объединение молодых художников «Цхинвал-файф» при поддержке Министерства культуры и Россотрудничества. Это уже вторая выставка творческой группы. Она продлится до конца июня. Ее смогут посетить все желающие. Агунда Губозова побывала на мероприятии. Выставка «Ко дню России» объединение молодых художников «Цхинвал-файф» организовала выставку в файе киноконцертного зала «Чермен». Это уже вторая выставка творческой группы. Национальная тематика культуры и традиций России. Свободный полет мастеров кисти. Экспозиции получились яркими. Молодой и талантливый Георгий Шавлохов представил 10 работ, в основном в графическом стиле. Как отметил сам художник, самое важное из работ – «Триумфальная арка». «Триумфальная арка в честь победы нашего народа с помощью Российской Федерации в войне 2008 года». Это и произведение искусства, это и память, это и дань уважения народу. Я рисую в графическом стиле. В основном это или горы, природа, Осетии. И плюс в этом году несколько работ мы сделали, посвященные непосредственно Российской Федерации. Мероприятие было организовано на самом высоком уровне. Посетители выставки с интересом изучали каждый холст, а сами художники подробно рассказывали о своих полотнах. На выставку был приглашен Анатолий Бибилов. Глава государства поздравил российский народ с наступающим праздником, подчеркнув, что День России занимает особое место и в календаре праздничных дат Южной Осетии. «Видимая, невидимая связь России и Южной Осетии, она всегда была тесной. Тесная она была видимая, и вот часть то, что мы действительно видим, то, что у нас идет развитие республики. Невидимая связь тоже, наверное, стоит сказать. Это то историческое прошлое наше, общее, которое связывает нас. Тут, кроме слова благодарности, всем организаторам, первосотрудничеству, министерствам культуры и, конечно же, самим художникам, кроме слова благодарности, тут вряд ли, что можно сказать». «В картинах отражен ваш внутренний мир, и мы понимаем, что он прекрасен», – сказал президент и выделил понравившиеся работы каждого мастера. Слова восхищения художникам и благодарности организаторам выразил чрезвычайный и полномоченный посол Российской Федерации в Республике Южная Осетия Марат Кулахметов. «То, что мы сегодня видим, это говорит о том, что у нас много общего, очень много общего, чисто росло, чисто близко в шуму душе. Это у меня очень радует. Я рад, что в Южной Осетии есть хорошее, достойное приятное художникам. Я надеюсь, мы вас увидим и будете каждый год вам творческих успехов и большое спасибо за такой хороший год». Экспозиция прошла при содействии Министерства культуры Республики Южная Осетия и представительства Россотрудничества. «Сегодня мы подписали распоряжение о внесении в сокровищницу национальной культуры достояние вот этого коллективного творчества. Я считаю, что это здорово, поэтому примите мои поздравления. Благодарственное письмо организаторам выставки художникам Скину Валбять, от имени Министерства культуры. И вот эту книгу, чтобы каждый ваш выход, каждая ваша выставка была карнавалом, то есть неузнаваемыми лицами и праздником для души и творчества». «И я хочу сказать, что когда там обратились художники молодые, что мы посвящаем эту выставку Дню России, конечно же не было ни сил, ни возможности отказать». Молодые, свободные и независимые художники. Их творческий путь только начинается, но они уже показывают высокий уровень своего мастерства. Мероприятие собрало Фуэки на концертного зала ценителей искусства. Мадина Плева из творческой семьи. По ее словам, любовь к прекрасному ей прививали с детства. И она с радостью посещает выставки. «Прекрасные, уже знакомые, знакомая художница рисунки Докузовой Марины. Я ее очень уважаю, прекрасная художница. Но незнакомого, я не знаю, Шапохова, первый раз увидела. Это прекрасные рисунки, прекрасные комбинации. И обладать таким талантом форм, просто геометрических и правильных представлять, это вообще здорово. Это врожденный, наверное, талант». Среди посетителей выставки было много представителей подрастающего поколения. Члены творческой группы Карина Дзыгоева, Мария Кукоева, Мария Докузова и Георгий Шавлухов являются выпускниками лицея искусств. Увидеть результат творческих поисков молодых мастеров может каждый. Выставка открыта до конца июня. Агунда Губозова, Александр Кочиев, информационный выпуск. Сегодня. А далее прогноз погоды на завтра, 10 июня. По всей республике облачно с прояснениями небольшой дождь. В Снаурском районе днем плюс 22, ночью плюс 12. В Завском районе днем плюс 20, ночью плюс 9. В городе Квайса днем 14 градусов тепла, ночью плюс 7. В Ленингорском районе днем 20 градусов тепла, ночью плюс 10. В столице республики в Цхимвале днем плюс 23, ночью плюс 11. И это пока все новости. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин